здравствуйте вы смотрите аналитику на канале витража вере в красках временами меня создается впечатление что представители фонара аккуратно но планомерно выдают новые тезисы касательно их вектора развития а потом внимательно наблюдается откликом мол если проглотили то можно двигаться дальше такая себе разведка боем только вот плата за неверные шаги гораздо более существенная чем даже на поле брани ведь речь идет о вещах духовных тем более с такими особыми претензиями которые в последние годы высказываются представителями стамбула вот одна из новостей на информационном портале ватикана опубликованная в марте этого года папа франциск направил поздравительное послание новому православному митрополиту италии константинопольского патриархата экзарху южной европы поликарпу по случае церемонии интернизации казалось бы ничего необычного формальный обмен любезностями но как оказалось все гораздо интереснее вот еще несколько строк из той самой мартовской новости поздравительное послание митрополиту поликарпу направил также кардинал курт кох президент папского совета по содействию христианскому единству кардинал напоминает о важности совместных усилий в провозглашении слова божьего воспитание новых поколений служение наиболее нуждающимся это братское сотрудничество призвано внести конкретный эффективный вклад в полное восстановление общения между нашими церквами одно правило если вы где-то видите появление курта коха речь пойдет об унии напомню что именно кардинал кох я активно пытается объединиться с православными но безусловно под главенством папы римского а вот еще одна новость на том же официальном сайте ватикана и нет на русском и английском по крайней мере на момент записи данной аналитики но на итальянском языке все доступно в принципе вероятно прицел как раз был на итальянскую паству константинопольского патриархата потом уже на всех остальных тут все гораздо откровеннее интереснее в заголовок вынесена прямая речь митрополита поликарпа о том что и куменический диалог главная цель православной архиепископии в италии начинается статья словами что путь к единству католиков и православных не подлежит сомнению этот путь поддерживается как главой ватикана так и главой фонара и как раз митрополит поликарп является подтверждением такого движения тем более что у него была личная встреча с папой римским который как мы помним еще недавно поздравлял православного архиерея с началом его служения как епископ а вот что рассказала встречи сам митрополит поликарп встреча с папой франциском прошла очень хорошо это была очень сердечная встреча сына с любимым отцом встречи епископа с его предстоятелем и патриархом у святого отца великое сердце искреннее сердце я поблагодарил его за ободряющее послание которое он послал мне для моей интронизации я попросил его папского благословения на мое служение снова в италии и на этот раз в качестве епископа конец цитаты я перечитал несколько раз встречи епископа с его предстоятелем и патриархом но митрополит фонара был на встрече с главой ватикана и папу римского он называет предстоятелем и патриархом встречу с ним описывает как встречу сына с любимым отцом ведь это не просто слова мы видим всю деятельность фонара которая направлена на новую унию с римом такое чувство что колесо истории сделала круг и снова перед нами стоят те же проблемы которые стояли перед нашими предшественниками и снова кто-то не выдерживает искушение слиться в унии с католиками ради власти и влияния этот процесс идет давно похоже что снятия взаимных анафим представителями фонара и ватикана мало они хотят гораздо больше взаимодействий скорее всего ключевые решения давно приняты дело теперь в том под каким благовидным предлогом представить их широкой общественности думаю тут как нельзя кстати появилась и политическая структура пцу если для одного украинского экс-президента это была часть его предвыборной кампании в триптихе армия мова мира то здесь вполне себе рабочий механизм для слияния с одной из католических структур у гкц не потому ли тот же экс-президент все чаще поддерживает униатов чем структуру пцу которую сам же и создавал и все чаще мы видим аккуратные намеки на то что пцу не выполняет ту задачу которую перед ней ставили а вот униаты вполне как любит говорить и глава святослав живчик могут собрать все церкви вышедшие из владимировой купели это в украинской повестке а в мировой вполне может быть глобальная уния вот еще одна цитата митрополита поликарпа путь католиков и православных полному единству под водительством святого духа приближается к финишу я думаю что на уровне верующих эта цель уже достигнута это важнее чем на институциональном уровне и тут просто попробуйте сложить вместе несколько фрагментов мозаики обо всем этом мы говорили в рамках аналитики так что вполне можно поискать видео на канале пересмотреть еще раз изменения пасхалии предложение перейти к католической пасхалии и как мы говорили к такому решению предлагали прийти к годовщине никейского собора который будет отмечаться в 2025 году также мы видим активное движение среди раскольника в украине сменить дату празднования рождества это активно поддерживается униатами который тоже не прочь праздновать в декабре я не в январе судя по всему даже власти они найдут активную поддержку потому как многие исповедуют принцип только не как у соседей а так как угодно а тут еще стоит вспомнить про активное проталкивание пцу чтоб любым способом шантажом хоть с конфронтации синодом но упомянули бы раскольника сергея думенко и кто знает те по местной церкви которые поступились канонами пошли на поминовение раскольника его структуры не пойдут ли также на вступление в унию вместе с фонаром ответ тут думаю вполне очевиден и чем дальше я анализирую новости высказывания события тем яснее вижу что стоит мир уже на пороге этой новой страшной унии которая как и прежние ничего хорошего не принесет остерегайтесь сомнительных собраний непроверенных новостей читайте классику и смотрите канал витражи о вере красках